Герои нашего следующего сюжета считают красоту волшебством и ищут ее повсюду. Виновники волшебства. Так они назвали свой творческий коллектив, не скрывая сути и не впадая в ненужную скромность. Где мы, там волшебство, говорят они. И творят магию в любой момент из мыльного раствора и нехитрых, на первый взгляд, приспособлений. Они с детской радостью демонстрируют фокусы и именуют это иллюзион мыльных пузырей. Кто в этом виноват? Да никто, совершенно никто. В чем ты ищешь виновных? В этой тайне иллюзии, мороке, тумане загадочном. А если эта сказка лопнет, как мыльный пузырь? Вот пусть за него и отвечают те, кто его выдул и выдумал. Они виновники волшебства. Да, помню, кажется, был американец, он пускал мыльные пузыри у себя на даче, и они были нереально гигантских размеров. Я сказал, да. У меня была легкая истерика, я очень долго истерично смеялся и говорил, что очень сильно хочу этого. Ну, как бы пошел период времени какой-то и получилось почти уже так же, как у него. Виновники волшебства с самого начала во всем признались, но не раскаялись и не думают даже. Забрались на ходули и сверху вниз на всех смотрят. Но не надменно, а с доброй улыбкой. Виновники волшебства – это новосибирская арт-группа, объединившая четверку молодых, веселых, бесшабашных и очень креативных. Знакомьтесь, это Павел. Человек-фейерверк, человек-фонтан, человек-генератор самых безумных идей. Свой путь в искусстве перформанса он начинал с огнемых шоу. Но, освоив приемы укращения пламени, решил кинуться из огня да в воду. Вернее, в мыльный раствор, сотворенный по особой формуле, из которого и получаются гигантские, невероятные, яркие, как радуга и удивительные, как инопланетное существо, мыльные пузыри. Я думаю, должно быть очень сильная уверенность в себе и не бояться ошибаться в какие-то моменты. Пришлось изучить химию, чтобы постичь формулу мульного пузыря. Но оказалось не все так просто, потому что, конечно, у меня была первая ассоциация, что у меня получится все в первый день. Нет, в первый день ничего не получилось. Пришлось потратить много времени. Ну что там, очень интересно все и непросто. Он уже мыльный пузырь, как мячик, на пальцы крутит. После двух лет увлеченных тренировок и множества показательных поступлений, эти воздушные существа ему как родные. Но и сегодня не против побаловаться огоньком, даже если для этого придется воспламенить воду. Огонь – это что-то такое активное. Это огненная стихия, это такая деятельная активность, это что-то такое мужское. А пузыри – это очень созерцательное, это очень неторопливое. То есть не стоит торопиться, надо именно так расслабиться и настроиться на какой-то такой медитативный лад. Ну там что-то лопается, что-то там не получается. Но в принципе суть не в том, чтобы сделать там все идеально, а именно в таком некотором процессе, вот этой вот неторопливом, созерцательном, волшебном. И очень разный подход на самом деле. И мне кажется, что когда занимаешься этими двумя вещами, они как-то вещами, они уравновешивают тебя. То есть огонь, он дает такую бодрость и активность, а пузыри, наоборот, такую плавность и текучесть. Иллюзион мыльных пузырей, если вдруг случится удача, наблюдать его близко-близко, напоминает лабораторию алхимика. Когда воздушное нечто появляется из загадочного ниоткуда. Как в той песенке про волшебника, который каждый раз выдавал непредсказуемый результат, так и здесь, из воды и множества авторских ноу-хау получаются фантастические конструкции, мыльные узоры и орнаменты, поблескивающие скрытым солнцем и явной радостью. Сделать хотел козу, а получил грозу? Да что хотел, то и получилось. И теперь можно с чистой совестью гонять эти мыльные пузыри стаями и потом не удивляться, если они просто сядут тебе на голову. На самом деле мысли вообще пропадают. То есть наоборот, такое какое-то очень расслабленное состояние, когда вот именно что можно не думать ни о чем, просто смотреть, как солнце блестит, вот эти блики, вот эта вот какая-то красота. В этом что-то есть такое очень восточное, когда смотришь и просто получаешь удовольствие от красоты. Но расслабиться надолго у них не получается. Своя же бурная фантазия покоя не дает. И вдруг на фоне монументальных колонн серьезного театра появляется чудо-чудное и диво-дивное, диковинное. Странные фигуры, явно сбежавшие по тайной трубкой из какого-то карнавального средневековья. Маски надеты, но никакая маска не спрячет желание любое выступление превратить в перформанс, любой номер в маленький спектакль. Тогда и серый город освещается не только солнцем, но и светом творческой радости. Даже если она необычна, и не каждый ее поймет, не каждый примет. Но у них увлеченных один ответ. Мы так видим. Огненное шоу, мыльный иллюзион, пластический театр. Что еще они придумают? В планах виновников волшебства, если и быть виновными, то до конца. И объединить в новом волшебном шоу все свои увлечения и творческие секреты. Вот такие они. Окутаны тайной, но в то же время ничего не скрывают. Ведь даже истинный фокус иногда должен завершиться полным разоблачением. Ну, для меня это искусство, наверное, все-таки, потому что чем я занимаюсь в основном, это я стараюсь заниматься тем, что мне интересно. И, наверное, это все-таки ближе к искусству, нежели шоу мыльный фузырей. Субтитры создавал DimaTorzok Обычно говорят, это круто, как ты это сделал? Наверное, это не просто мыло. Ну, конечно, с этим соглашаюсь, что да, это не просто так все. Это волшебство. Мы попали в волшебную сказку на большой период времени. Субтитры создавал DimaTorzok Один знакомый физик. Когда он увидел, собственно, пузыри, он у меня так подошел и сказал, да, это то, чем я занимаюсь, это такая, в смысле? Он говорит, ну, говорит, это же там интерференция, чего-то-то там. Вот, говорит, я первый раз увидела вживую настолько вот это вот такое, ну, вот мои какие-то там научные вот эти изыскания в таком вот реальном преломлении. Преломление.